Новый формат обучения в первую очередь беспокоит тех, кому в этом году предстоит сдавать ОГЭ и ЕГЭ. Ходят слухи, что экзамены будут сдаваться в удалённом режиме, а то и вовсе перенесут. Минобрика ЧЕР нас заверили, что экзамены максимум могут отложить. А вот учащихся девятых классов порадовали, что сдавать им предстоит только два обязательных предмета. Министерство просвещения и Рособорнадзор определят периоды, в которых пройдут основной государственный экзамен, а сами образовательные организации по согласованию с учредителем и региональным министерством образования и науки должны определить дату и время проведения основного государственного экзамена. В этом году проведение основного государственного экзамена ГИА-9 допускается проведение в каждой образовательной организации. Но этот вопрос мы будем ещё рассматривать, прорабатывать и дополнительно проинформируем. Министерстве отметили, ЕГЭ-2020 пройдёт в очной форме по единому для всей страны расписанию. Что касается одиннадцатых классов, то на сегодняшний день есть возможность, и это решает сама образовательная организация, аттестовать одиннадцатые классы по итогам третьей четверти, по предметам, которые не относятся к ЕГЭ. Предварительно у нас ЕГЭ стартует с 8 июня, 11 июня у нас будет проведён русский язык, 15 июня ЕГЭ по математике базового и профильного уровня, и основной этап завершится 29 июня в соответствии с федеральным расписанием. Сдавать ЕГЭ также, как и раньше, будут в специальных пунктах. Альтернативы сегодня этой форме сдачи государственной итоговой аттестации нет. Много разговоров идёт, что это может быть также в дистанционном режиме. Рособорнадзор опровергает данную информацию. Что касается дистанционного обучения, то традительское сообщество разделилось на два лагеря. Одни просят и даже требуют перенести учебные занятия на лето, чтобы не возиться с дистанционным обучением. Другие же хотят отмучиться в удалённом режиме сейчас и спокойно уйти на летние каникулы. В министерстве отмечают новый формат обучения – это новый опыт для школ. И напоминают, что система гибкая и может подстроиться под каждого ученика. Онлайн-уроки невозможно везде организовать в силу некоторых причин, в том числе и технических причин. Есть, к сожалению, сегодня населённые пункты, где невозможно покрытие интернета. Поэтому для учителей, для каждой образовательной организации мы направили методические рекомендации, как в таких ситуациях действовать, подойти точечно к каждому ребёнку, индивидуально. И так называемые бумажные у нас есть кейсы, когда передаются задания из рук в руки. Или непосредственно через родителей. Или на информационных стендах на территории каждой образовательной организации также размещаются задания. Итак, дистанционное обучение в республике продолжается до 30 апреля. А далее решение будет приниматься в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации. И если система будет налажена и покажет свою эффективность, в будущем её можно будет использовать. Например, с детьми, которые долго лежат в больнице, но могут и хотят продолжать заниматься. Фаина Куршева, Далиль Мерза, Архиз 24.